Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск КС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции города за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Эта тренировка является плановой. Она входит также в зачет тренировок, в которых используется мобильная техника. Более сотни человек приняли участие в самой крупной противоаварийной тренировке года. Мы провели анализ тех критически важных знаний и навыков, которые требуются в деятельности инспекционной службы. Мы поняли, где у нас есть пробелы. Семинар-тренинг по вопросам качества инспекционного контроля за обеспечением безопасности атомных станций. Большое спасибо за то, что вы построили такой замечательный, самый красивый на Смоленщине город. День строителя в Десногорске. Готов к трудообороне, всегда готов к любым испытаниям жизни. Атлетическое многоборье с элементами ГТО. Зачет спорта Киады САЭС. Мы очень рады, что попали сюда, наверное, и что Десногорск – это именно первый город, куда мы попали. Гастрольный тур Тильзит театра в рамках проекта госкорпорации «Росатом». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленска АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Информация по концерну «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблоков с суммарной мощностью 24 613 мегаватт. На сегодня суммарная выработка 120 845 миллионов киловатт-часов. 104,1% к плану ФАС. О техническом состоянии Смоленска АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки суммарная нагрузка 1991 мегаватт. Третий блок находится в среднем ремонте 75-й сутки ремонта. Напоминаю, до окончания ремонта остается 85 суток – это окончание ремонтных работ и 95 суток – это до пуска первой машины. Выработка электроэнергии с начала августа составила 617 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 17 миллионов. С начала года выработано 12 миллиардов 298 миллионов киловатт-часов, сверхплана – 605 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленска АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Персонал Смоленска АЭС продемонстрировал готовность к действиям в случае нештатной ситуации в ходе плановой противоаварийной тренировки с использованием мобильной техники. Во время тренировки отрабатывались действия персонала при условной запроектной аварии и взаимодействии с группой АЭС и противоаварийными техническими центрами. Эта тренировка является плановой, она входит также в зачет тренировок, в которых используется мобильная техника. Тренировка завершилась, блоки наши условно приведены в эксплуатационное состояние, мобильная техника развернута вся 100%. Экспертной группой концерна наша тренировка оценит на оценку хорошо. В период проведения тренировки энергоблоки Смоленска АЭС работали в штатном режиме. Никакие действия, связанные с тренировкой, на действующем оборудовании энергоблоков не проводились. Все мероприятия по учению осуществлялись на полномасштабном тренажере в учебно-тренировочном подразделении САЭС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА САЭС с 7 по 10 августа в рамках подготовки корпоративной миссии АСАРТ. В нем приняли участие заместитель генерального инспектора концерна «Росэнергоатом» Игорь Азонов, представители Смоленской, Ленинградской, Билибинской АЭС, акционерного общества «Атомтехэнерго». По словам заместителя генерального инспектора концерна «Росэнергоатом» Игоря Азонова, многие программы совершенствования, начатые в концерне достаточно давно, в преддверии корпоративной миссии АСАРТ МАГАТЭ подходит к завершающей стадии реализации. Это касается и одной из областей проверки независимого ядерного надзора. Данная область будет проверяться на Смоленск АЭС. По мнению Игоря Азонова, корпоративная миссия АСАРТ – очень серьезный экзамен для концерна «Росэнергоатом» и действующих АЭС, результаты которого будут иметь определяющее значение в дальнейшем развитии компании в мировом масштабе. 10 августа в Десногорске состоялся праздничный митинг в честь Дня строителя. Он объединил людей старшего поколения, стоявших у истоков рождения города и атомной станции, представителей трудовых коллективов, предприятий и учреждений, молодежь. День строителя. В нашем городе отмечается практически с закладки первого колышка станции. В последние годы митинг в честь этого профессионального праздника переместился к подножию памятника первостроителям Десногорска. Именно сюда приходят те, кто посвятил свою жизнь стройке нашего города и те, кто хочет сказать слова благодарности за их труд и участие в рождении Десногорска. 10 августа на торжественный митинг, посвященный этому празднику, пришли те, кто стоял у истоков создания самого молодого города Смоленщины. Я сюда приезжаю практически летом, я здесь. Рост сюда, мой родной город. Но я так прикипел к Десногорску. Ставлю машину, отдыхаю, хожу пешком. Красота. И продолжает все улучшаться. Я живу здесь уже 40 лет. Никуда больше не хочется. Город процветания. Чтобы было продолжение строительства номер два. Поздравляли первостроители депутат Смоленской областной думы, почетный гражданин Десногорска Михаил Лосенко, заместитель главы Александр Новиков, исполняющий обязанности заместителя директора станции Валерий Исаев и заместитель начальника управления капитального строительства Николай Сотников. Все они благодарили создателей нашего города и поздравляли с праздником. От себя лично, как от молодого поколения города, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы построили такой замечательный, самый красивый на Смоленщине город. И сегодня, оставаясь в строю, вы помогаете нам не только добрым словом, но и зачастую очень быстрым делом. Спасибо вам большое и с праздником вас. Строители, созидатели, это основная, ключевая профессия у нас в России, на нашей Смоленщине. И вспоминается лозунг и девиз Смоленщины прошлого века «Живешь на Смоленщине, будь строителем». Строители, ветераны обеспечили своим трудом среди лесов и болот строительство нашего родного города Десногорска. Строительство нашей Смоленской атомной станции. Низкий поклон вам, ветераны, строители, за ваш трудовой подвиг. По завершении митинга все присутствующие возложили к памятнику первостроителям цветы и направились к бюсту руководителя строительством Десногорска и Смоленской АЭС Борису Михайловичу Реве. Он стоит во главе центральной дороги нашего города и за ним символично видятся корпуса атомной станции. Борис Михайлович работал начальником стройки с 1978 года, строил город и пускал все три блока станции. Около памятника прошел небольшой митинг и все участники возложили к нему цветы. Дружишь со спортом, значит ты здоров, силен и готов к любым испытаниям. Такого мнения придерживается большинство спортсменов, работников Смоленской АЭС и подрядных организаций, собравшихся 11 августа на стадионе Атом Транс, чтобы попробовать свои силы в атлетическом многоборе с элементами ГТО. Зачет спорта Киады САЭС. Соревнования были приурочены к единому дню выполнения норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и Дню физкультурника. В лучших традициях советского спорта все участники вышли на общую разминку, зарядившись энергией перед основными соревновательными этапами. Приятным бонусом от профсоюза перед стартами стал розыгрыш лотереи. Самые удачливые обзавелись новым спортивным инвентарем. На пяти площадках развернулась по-настоящему жаркая и напряженная борьба за первенство. Легкоатлеты бежали 100-метровку, выполняли упражнения на пресс, прыжок в длину, метание гранаты, женщины, отжимания от поверхности, мужчины, подтягивания на турнике. Малейшие недочеты не шли в зачет, исход решали доли секунд и миллиметры. В итоге определились лидеры, успешно преодолевшие все этапы. В командном зачете первое место заняла команда реакторного цеха, второе место – команда цеха обеспечивающих систем, третье место – у команды «Смоленская АЭС-сервис». Некоторые участники легкоатлетического многоборья уже являются обладателями заветного золотого значка. Нормы ГТУ мы сдавали в городе Удомле. Мы такие первопроходцы были в этом мероприятии. Очень получилось отличное мероприятие, да, и праздник, и народу было интересно, здорово. Соревнования замечательные, очень много сильных спортсменов, очень приятно с ними бороться. Ну и всегда хочется побеждать, конечно. Готов к трудообороне, всегда готов к любым испытаниям жизни. Как сообщила Анна Погонова, инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса Десна, в Десногорске только в этом году нормы ГТУ сдали более 300 человек. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 72 года. Обладателями золотого значка стали 142 спортсмена. Кстати, для старшеклассников золотой знак может стать хорошим бонусом при поступлении в ВУЗ, поскольку за него начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» Тильзиттеатр привез в Смоленскую область новую интересную постановку. Гастрольный тур начался с выступления в Десногорске. 7 августа в концертном зале «Нитрина» Десногорцы вновь встречали актеров Тильзиттеатра из Советска. Три года назад по проекту «Территория культуры Росатома» труп познакомила наш город с постановкой «Однажды где-нибудь». Пьеса имела большой успех, а актеры – новых друзей. Об этом свидетельствовал полный зал зрителей. В этот раз актеры привезли для своих поклонников комедию «Приходи на меня посмотреть». Сюжет комедии с легкой иронией и присутствием некоторого авантюризма располагал зрителей к хорошему настроению, а игра актеров заставляла сопереживать и восхищаться их героями. Кто-то из коллектива театра уже не первый раз гастролировал по атомным городам, а некоторые принимают участие в проекте впервые. Все они делились впечатлениями от встреч с атомщиками. У вас в городах такое ощущение, что вы друг друга знаете. Вот есть такое ощущение, что вы какой-то единый коллектив, как будто бы вы не с разных работ, не с разных семей. Ну, я не знаю, как так происходит, но есть такое ощущение, какое-то единение. Мы очень рады, что попали сюда, наверное. Что Десногорск – это именно первый город, куда мы попали, потому что, во-первых, сам город нас принял очень хорошо. Я имею в виду атмосфера города, вокруг леса огромное, теплое, водохранилище. Как-то так все приятно, и люди такие приятные нас хорошо приняли. И, честно говоря, я думаю, если нас в других городах также будут принимать, это будет здорово. Проект «Территория культуры Росатом» расширяет горизонты не только для атомщиков. Он дает возможность людям разных творческих профессий знакомиться с укладом жизни в атомных городах и общаться с их жителями. И радует, что гости стремятся вернуться к этим теплым дружеским отношениям. Я уже объездила все города, и, в принципе, я всегда поражаюсь атмосферой, которая вокруг создается. То есть, очень принимает хорошо, очень хорошо, просто без проблем. Все проблемы решаются просто на ура. Так что мне очень нравится, как нас вообще принимают атомные города. Тильзит-театр стартовал из Десногорска и посетит с гастролями еще семь городов. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!